Интересная информация. Вообще на рынке слухи об этом ходят давно. Есть такие разговоры, что в данном случае Гонтерова специально разваливает банковскую систему, чтобы, скажем так, продать нерезидентов. Ну, не уверен я. Слухи и слухи, у нас народ поболтать всегда любитель. Скорее всего, может, такое желание и существует, но понимаете, в чем специфика? Сейчас объясню. Да, действительно, у нас с 2006-2005 резиденты активно покупали наши банки. И некоторые после Майдана тоже говорят, вот сейчас на резиденты придут, скупят. Не скупят. Поймите ситуацию. Тогда они покупали не потому, что была оранжевая революция. Нет. И уж кто-кто Гонтеров хорошо знает. Мода тогда была. Тогда просто было модно в мире покупать банки. Ну, вот насчет Райфазина, если кто-то знает, Райфазин купил не только в Украине. В России тоже. В Белоруссии. То есть, понимаете, это была модно. Сейчас моды нет. По этой причине, ну, может, какой-то нерезидент захочет купить. Ну, зачем? Что он здесь будет делать? Понимаете, здесь нету... То есть, то, что они планировали, ну, рынок ипотеки, рынок потребительских кредитов, он здесь не работает в таком варианте. А купить банк и не зарабатывает. Ну, кто это знает. В любом случае, действительно, на сегодняшний момент, фактически, что делать? НБУ убивает банковскую систему, доводит ее до краха. Появляется большое количество, ну, таких, лежачих банков. И теоретически, их можно действительно очень бешев продать. Но нужны ли они и не резидентам? Вот этот вопрос.